Тормози водитель, стой! Это знак перед тобой! Самый широкий, это знак, чтобы не ехал ты про знак! Младший инспектор Тимур Картоев настроен решительно. Форму сотрудника ГИБДД он примерил сегодня впервые. С нарушителями нужно быть жестче, считает Тимур. Только так люди начнут соблюдать правила дорожного движения. Желтый цвет это надо приготовить, а зеленый цвет это надо уже ехать. Ты у нас сегодня сотрудник ГИБДД. Скажи, как надо наказывать нарушителей? Что надо останавливать? Когда превышает скорость, надо останавливать или ехать за ними, если они не останавливаются. Какое наказание должно быть для нарушителей? Вот ты считаешь, как? Ну, в черном. На улицу вышли ученики 4-й сельской школы. Они выстроились в ряд, чтобы напомнить водителям о правилах дорожного движения. Превышение скорости, невнимательность, переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий свет светофора. Вот они, причины значительного числа наездов. Ребята смастерили плакаты с просьбой к водителям быть внимательными и не игнорировать знаки на дороге. Знаете, надо переходить дорогу. Что тут может пешеход, да, переходить? Да. Если такого знака нет, можно ли переходить дорогу? Нет. Флэш-моб сопровождается музыкальными выступлениями ребят. Также маленькие инспекторы не без помощи сотрудников ГИБДД останавливают проезжающие машины, чтобы вручить водителям памятку с ПДД и дать небольшое наставление. Как оказалось, растопить сердца водителей не так уж и трудно. Они останавливаются или поддерживают ребят в сигнале. Дорога для детей – источник повышенной опасности. Это должны понимать не только водители, но и маленькие пешеходы, говорят учителя. Целью нашего данного мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к необходимости соблюдения правил безопасности у дороги водителями и пешеходами. Дети-пешеходы – самая уязвимая категория участников дорожного движения. По статистике, наиболее часто несчастные случаи на дороге случаются в темное время суток или в ненастную погоду, когда видимость ухудшается в разы, приводят статистику инспекторы ГИБДД. Когда происходит увеличение, это особенно ближе к летнему периоду, это когда наши родители начинают не соблюдать правила безопасности при перевозке детей, дети страдают в качестве пассажиров. Сказать, что именно категория участников дорожного движения – пешеходы, больше страдали мы не можем, потому что у нас больший процент пострадавших, когда дети – пассажиры. У нас есть снижение по количеству раненых, погибших в ДТП, но это не те показатели, которые бы мы хотели добиться, так как в любом случае гибнут и страдают люди. За неделю у нас бывает 3-4 ДТП, к сожалению, в которых гибнут по 2 человека. Поэтому хотелось бы, чтобы статистика была у нас нулевая, и самое главное – в них не колечились дети. Подобные акции ГИБДД проводят регулярно, а с началом учебного года еще чаще. Такие веселые флешмобы мы увидим и в других школах республики, обещают инспекторы. Амина Бокова, Акрама Досхоев, Новости 24.